всем привет дорогие друзья меня зовут томас перри вы смотрите канал шоу моника и сегодня очень простой разбор поэтому собственно он попадает в категорию бонуса скажу честно вы очень давно просили эту песню очень много раз я долго от нее отрекался просто потому что она очень простая она ну элементарная но тем не менее как вы знаете у нас в бонусах всегда более простые песни в отличие от разборов разбор мы стараемся брать что-то среднее и выше как бы как очень сложные песни так и что-то среднее но тем не менее не брать какие-то элементарные и легкие композиции но в бонус попадают именно такие ну по мере возможности тем не менее и сегодня мы с вами разбираем как вы уже поняли по превьюхи названию это песня scars группы папа рауч кстати мы с этой группы общались мы брали у них интервью было очень круто и весело для тех кто не знает вот пожалуйста ссылочка зацените интервью получилось классное почему именно с тоби нам открою небольшой секрет дело в том что время было очень сильно ограничено и каждому достался кто-то один джакобе шеддикс достался максиму нам достался достался тоби но тем не менее мы нисколько не пожалели потому что интервью который там планировать на 45 минут вышло в целых 10 но потому что тоби начиня общительный очень классный более того еще после интервью мы еще там несколько минут с ними потусили поболтали что-то обсудили и с тоби нам я еще лично после этого встречался еще на студии забитых кстати привет вам ребята если вы меня смотрите ваня немножко фигурирует и там и там но тем не менее я думаю они нас смотрят конечно куда они денутся вот это все лирика давайте приступим к разбору песня очень простая но для начала чтобы сыграть нужно перестроить гитару так называемый строй дроп что это значит стандартной строй вас идет миссии соль рэ ля ми и шестую струну ми нам нужно перестроить в нам нужно ее опустить на один тон один тон это через лад чтобы понимать то есть нота нота соль например нота ля нота си вот между ними один тон и соответственно мы ее берем и опускаем когда вы настраиваете стандартной строй гитары у вас шестая струна должна звучать так же как открытая пятая и шестая на пятом ладу но сейчас я ее опустил чтобы она у вас звучала как нота рэ вам нужно чтобы пятая открытая звучала точно так же как шестая на седьмом ладу соответственно мы опускаем лад вот видите пятая открытая звучит так же как шестая на седьмом либо же шестая должна звучать так же как четвертая открытая либо опять таки фу жилет на двенадцатом ладу вы знаете что у нас есть такое видео по поводу настройки гитары и попозже будет более подробное более развернутая но тем не менее можете пользоваться им можете найти нас на канале эта рубрика называется www что нам это дает зачем вообще это делать для тех кто не знает я думаю что многие из вас уже знают потому что я говорю об этом много раз но тем не менее есть и новые аудитории новая публика новые люди которые об этом не в курсе дело в том что обязательно я всегда вам говорю посмотрите у нас есть три видео в котором рассказывается про обычные аккорды затем про аккорды баррэ то есть вот ля минор затем аккорд баррэ тот же самый ля минор но сейчас у меня опущенная струна я не совсем могу его взять ну допустим вот это он без шестой струны есть квинт аккорды на самом деле пауэр аккорды это все очень новая философия квинт аккорды которые опять-таки есть в третьем видео вся суть в том что когда вы опускаете шестую струну на один тон ниже эти пауэр аккорды шестая струна они как бы берутся вот так сейчас это не он потому что сумма уже опущена 6 струна перемещается на тон вперед и получается все три верхние струны на одном ладу соответственно они сжимаются вот так и это дает преимущество играть всякие клевые штуки в плане рока там прогрессив рока альтернативы и как очень многие альтернативные современные рок-группы в том числе и папа ротч они играют на опущенном строй гитары так называемым дроп рэ гитару опустили теперь можем приступать к разбору как я говорил песня очень простая она состоит всего из 8 аккордов суммарно четыре аккорда куплета и четыре аккорда припева начинается песня с припева и все очень просто изначально мы зажимаем шестую пятую четвертую струну на 9 моду это у нас получается аккорд си затем шестая пятая четвертая зажимается на четвертом году после этого стандартный квинт или хотите хотите пауэр аккорд это уже на пятой струне пятая струна четвертый лад четвертая и третья струна шестой лад то есть и второй шестая пятая четвертая на втором ладу то есть девятый четвертый четвертый нижний и второй песня кажется клевая я бы подпел если бы умел петь так играется первый круг второй круг играется все тоже самое и вот самом конце мы играем то есть мы играем 2 лад и передвигаем всю конструкцию 6 5 4 мы нажимаем на одном ладу все эти струны два раз объем по четвертому ладу то есть понимаете да и дальше начинается куплет купли эти аккорды немножко меняются и добавляется небольшой элемент разбития изначально это 6 лад 6 5 4 струна я говорю шестой верхней это означает что все струны зажимаются 6 5 4 все три верхние струны зажимаются на одном ладу на шестом ладу один удар сюда здесь смотрите в куплете мы будем играть все одной четвертой доли это значит что за один такт один такт это раз два три четыре на каждый удар на раз два три четыре мы будем делать один удар по струну первый удар просто пока затем на второй удар мы зажимаем четвертую струну на девятом ладу то есть понимаете да на третий удар мы зажимаем четвертую струну на восьмом ладу и на четвертый удар мы зажимаем пятую струну на девятом ладу и у нас получается они играют это на электрогитарах и там как бы есть стена есть моща такая прям мощная подача звука поэтому они играют по одному удару просто точнее не они а джерри гитарист по прочь но мы играем на акустике мы можем добавить дополнительные элементы это все на ваше собственное усмотрение понимаете то есть как вам там больше нравится вот этот вариант мне максимально близок но у вас должно быть в собственном виде композиции сразу разрабатывайте себе это сразу учитесь видеть штрихи ритм аккомпанемент и так далее тому подобное дальше второй аккорд то есть первый второй аккорд зажимается опять таки верхний на первом ладу то есть 6 5 4 на первом ладу и по существу здесь мы играем те же самые ноты то есть те же самые ноты только мы их перестроили и они у нас получается здесь слышите да те же самые ноты но мы их переставили соответственно первый лад мы стараемся играть с третьей струной на первом ладу затем третья струна на четвертом ладу третья струна на втором ладу и четвертая струна на четвертом ладу после этого мы играем все на втором ладу 6 5 4 на втором ладу те же самые ноты то есть третья струна идет сперва второй лад затем четвертый третий и снова четвертый то есть после этого четвертый лад 6 5 4 струна на четвертом ладу и вот здесь третья струна на шестом ладу 4 струна на восьмом ладу вот здесь нужно будет растяжку сделать небольшую да для пальцев и 4 струна на шестом ладу то есть все вместе медленно получается и и и и и После этого начинается припев, в котором играют те же самые аккорды, что и играли мы в выступлении. После этого опять куплет и припев. Опять куплет и припев, затем идет проигрыш и, о, сюрприз, в проигрыше мы играем то же самое, что и в припеве, только просто вешая аккорды. Есть такой термин в плане гитары, когда ты удаляешь по аккорду и он звучит, это называется вешать аккорд, просто повесить его. Соответственно, это называется повесить. И мы играем то же самое, что в припеве. Второй раз мы играем те же самые аккорды, только уже по два удара. Прошу заметить, что второй удар, он получается на слабую долю и тем самым создает такой небольшой ломанный ритм. То есть на ровную долю было бы... После этого мы играем все то же самое, только с приглушением. Кто не знает, как делать приглушение, у нас есть урок на эту тему, не переживайте. И вот последний аккорд просто ударяем и сразу глушим. Здесь он делает такую мощную такую подачу вокалом и начинается снова обычный припев. Все очень просто, все очень элементарно. Именно поэтому эта песня в бонусе, они в основном в разборе, потому что... Ну все слишком просто, все элементарно. Но тем не менее, кому это сложно, кому непонятно, пожалуйста, мы все расписали. По поводу ритма. Они играют на электрогитарах и у них все идет очень просто, то есть... Но мы играем на акустике, поэтому добавляйте свои собственные штрихи. И опять-таки сразу же, сразу учитесь сами чувствовать ритм, сами думать и импровизировать в плане ударов вниз, вверх, каких-то приглушенных элементов и так далее и тому подобное. Поверьте, поначалу, да, первый месяц будет сложно, но потом это очень сильно пригодится и вам будет гораздо проще воспринимать гитарную ритмику в любых песнях как вот таковую. Так что я очень прям вот всеми ногами и руками прям вот жестко стою за то, чтобы вы сразу сами максимально чувствовали какую-то ритмику. Вы прекрасно знаете, что мне рассказать это несложно. Я стараюсь максимально разжевать песню, максимально разобрать ее по всем деталям. Но есть какие-то элементы, которые я считаю, что вы должны сами до них доходить, сами их разрабатывать, прочувствовать и уже воплощать в свою собственную игру. Вот, это бонус. На этом, собственно, все. В следующую пятницу будет снова полноценный разбор, а через нее уже какой-то ферст-хенд, либо снова бонус. Ну, посмотрим, там уже все это дело по обстоятельствам. Я надеюсь, что вам понравился разбор. Пишите еще, какие песни в бонус вы бы хотели на разбор, что-то такое несложное, но тем не менее что-то, с чем вы не могли бы справиться самостоятельно. Не знаю, в силу отсутствия опыта игры, либо каких-то других иных факторов. Это не имеет значения. Тем не менее, мы вам поможем, разберем все это дело. Все, рад был вам помочь. Надеюсь, вы остались довольны этой песней. Ну и давайте снова вернемся к традиционному вопросу дня. Вопрос такой. Так как это уже прошло приличное время с января, вообще расскажите о своих впечатлениях не о самом Новом Годе, а вот о первых числах, первых неделях 2016 года. Что он вам сулит, что предвещает и чего вы ждете вообще от этого года. Я надеюсь, что вы уже отошли от всех вот этих вот дел, вам уже не нужен там Нарзанов, Козельцер, не знаю, Тан, чем вы там похмелялись и так далее и тому подобное. В общем, пишите, что вы ожидаете от этого Нового Года, что он вам, может быть, уже принес, чем вас уже порадовало и так далее и тому подобное. Это правда нам будет интересно, мы читаем, на все самое интересное мы отвечаем и на все вопросы стараемся тоже. В общем, я думаю, на этом все. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok